Всем привет, ребят, с вами Арти и у нас старая моя рубрика, которая называется Быстро Патч, но была она у нас только в Смайте, но как вы знаете, я возобновил свои стримы по Пеладинс, если не в курсе, перейди по ссылкам, там есть и на Twitch трансляции мои, и на YouTube, подпишись, там проходят мои стримы по Пеладинс и я решил эту рубрику внедрить и в Пеладинс. Я прекрасно понимаю, что есть уже те люди, которые делают контент по Пеладинам и вам он нравится, но я уверен, что и моя публика будет рада такому контенту, то есть мы будем рассматривать патчи максимально быстро, без какой-либо воды. Основное, но кратко, о патче 3.2, мифы пустыни. Нам переработали карту Остров лягушек. Она теперь оформлена по-новому и полностью соответствует своему названию. И, кстати, эта карта одна из самых ранних в Пеладинсе, она действительно заслужила переработки. Собственно, видео вы сейчас видите на своем экране, это то, что нам показали на патчноутах. И далее мы сразу переходим к новому батл пасу полностью. Мы не будем рассматривать все награды, то есть в этом особо нет смысла. Но самое, естественно, желаемое для игроков мы сейчас посмотрим. Это скины, которые в нем будут, которые все ждут и которые, по моему мнению, на самом деле очень-очень круто выглядят. Итак, у нас будет Страж Гробниц Тибериус. Он будет открываться при покупке батл паса. Страж Крипты Раума открывается на 10 уровне. Священная Дева Инь открывается на 30 уровне. И Изумрудная Бандитка Мэйв открывается на 40 уровне батл паса. Также изменилась рарность данных скинов. И теперь полученные с боевым пропуском скины неэлимитированы. И после окончания действия боевого пропуска они будут доступны для прямой покупки за 1200 кристаллов. Кроме, естественно, того скина, который будет на 80 уровне. Еще из косметики нам добавят золотого Макуа, золотую Кэсси и золотого Турвальда. То есть это новые скины. Их можно будет получить при достижении 50 уровня мастерства этими героями. Есть небольшие изменения в рейтинговых играх. То есть в ротацию карт добавлены Врата Стражей и Ледяная Часовня. А из ротации карт уберут Лесопилку и Водопад Ягуара. И вот по этому поводу я очень грущу, потому что карта Лесопилка мне очень-очень нравилась. Потому что я только вошел в эти ранговые игры, грубо говоря, на постоянной основе. И Лесопилка, да, была одной из моих любимых. По-прочем, но не менее важным изменением в игре. Из игры теперь уберут лучший момент матча и повтор смерти. То есть это на самом деле странное решение, но, как утверждают Хайрезы, это сделано из-за большого количества багов, связанных с ними. И, кстати, ни одного бага у меня так и не было за все время, пока я играю в Пелодинс. В игре появится еще один косметический предмет, карты смерти. А вот это вот мне на самом деле очень понравилось. Ваша карта смерти с уникальным изображением и значимой фразой будет показана врагам, которых вы убьете в матче. Я очень-очень хочу посмотреть, как это все будет выглядеть и насколько много этих карт будет. Экран с позой лучшего игрока и наградами. То есть его тоже поменяют. Страница лучшего в классе обновлена и улучшена. А по окончанию матча игроки увидят экран с достижениями всей своей команды. Каждый игрок получит уникальную награду, соответствующую его лучшим достижениям в матче. Также в Пелодинс наконец-то ввели систему похвалы, позволяющую после окончания игры поблагодарить свою команду за лидерство, за слаженные действия или за мастерство твоего тиммейта. То есть такая система уже была у нас в смайте, теперь ее вводят в Пелодинс. Она прикольная тем, что все-таки приятно видеть вот эти вот цифры похвалы от своих тиммейтов, когда ты тащишь им катку, как господ боженька. И при этом получая поощрение от других игроков в третьем сезоне, вы будете получать новые награды за эти самые похвалы. И кстати говоря, уберут возможность покупать уровни мастерства у персонажей. Поэтому кто не успел или кто хотел и откладывал это, нужно сейчас это сделать, у кого есть голдишки, потому что скоро это уберут. Ну а теперь, собственно, о самом главном, а именно о правках баланса. Итак, Эш. Зенитная пушка. Урон повышен с 360 единиц до 400. То есть нам вернули старую Эш и старую ее зенитную пушку. Баррика понерфили. Я считаю, так ему и надо. Баррика мейнеры должны страдать, потому что он очень сильный сейчас. Это очень странный саппорт, который вносит тонну урона. Очень много всего делает. Это очень-очень хороший поинт танк и, собственно, все цифры вы сейчас увидите на экране его изменений. Далее будет у нас фурия и ее талант забота. Бонус на исцеление снижена с 25% до 15%. Нехило так 10%-то и ее отбавили на самом деле. Небольшие изменения нары тоже сейчас будут на экране по поводу ее каменного копья. Далее к гроку сразу переходим. У него очень много изменений. Я их сейчас выведу все на экран, потому что их очень-очень много. Но из главного талант тотемный заслон. Тотем получает третий заряд, а его исцеление повышается на 20%, что крайне-крайне нехило в матче будет, я так думаю. Далее небольшой нерв Коги, одного из моих любимых персонажей. Сейчас тоже будет на экране. Существенного я ничего не вижу на самом деле. С моим билдом особо ничего не изменится. Далее король бомб и талант королевской подданной. Теперь талант обладает особой кривой снижения урона на расстоянии. Ранее игроки могли добиваться повышенного урона от детонации бомбы-липучки на том же расстоянии от цели, что и базовое. Сейчас такой возможности нет. У Мэйв карта хищничества теперь действует только против игроков. Далее Мако, панцирный щит. Прочная щита повышена с 3750 единиц до 4000. Но при этом на древней ярости объем здоровья получаемого во время действия способности был снижен с 5000 до 4000. То есть такой небольшой правка баланса для Макоа. По моему, кстати, мнению нескромному один из самых сильных воинтанков. У Малдамбо исцеление затих повышено на тыкве будет с 45 единиц до 60, что крайне меня удивило. Учитывая то, что Малдамбо один из самых сильных, по моему мнению, хилов. А у Раума понерфили талант полицейского. Снижение получаемого во время рывка урона уменьшено с 75 единиц до 50. То есть это не хило 25% так снять снижение урона. На Джигернауте урон снижен с 700 до 600. А дистанция передвижения уменьшена с 260 до 245. Тоже не хиловый нерф на самом деле, но Раума пора бы уже понерфить на самом деле. У Сирис сократили перезарядку на возвращение души с 2 до 1,5 секунд. Далее у нас будет Шалинь. Длинный лук. Минимальная скорость снаряда при натягивании лука повышена со 120 единиц до 300. Сила дистанция гравитации на стрелы снижена с 3 до 0,8. Гравитация больше не действует на стрелы, выпущенные при максимальном натяжении лука. Это крайне-крайне приятно для Шалинь. Скай. Талант дым и кинжал. Удалено повышение длительности на секунду. Исцеление за секунду снижено с 200 единиц до 150. На карте рассеивания длительность была уменьшена с 3 до 2 секунд. Далее есть небольшие изменения у терминуса. Они сейчас тоже будут на вашем экране. И мы сразу переходим к Тибериусам. Танец с клинками. Уменьшена пауза после использования последнего заряда способности. Карта Престиж. Исцеление за каждое попадание чакры снижено с 25 до 15 единиц. В принципе, не хило так. Карта Обостренные чувства. Зарядка суперудара снижена. По времени также цифры сейчас будут у вас на экране. Далее идем к Торвальду. Прочность. Его счета была снижена с 1000 единиц до 500. Уинь Иллюзии. Исцеление за попадание снижено с 420 единиц до 400. А у Дзинни талант Гильотина. Иммунитет к уровню удален. И это крайне меня опечалило на самом деле. Талант Леющий Огонь. Исцеление за секунду снижено с 25% до 15. Нехилый такой нерв для Дзинни на самом деле. В данном патче было исправлено много ошибок. Я прикреплю ссылку в описании. Там будут все ошибки, которых можно почитать. Потому что там просто огромный список. И для такой рубрики, как быстро патч, она не совсем подходит. И на этом, в принципе, все. Но при этом у меня есть к вам вопрос. Во-первых, нужны ли вам подобные видео по Paladins? Либо вам хватает своих каких-то ютуберов, стримеров. Если нужны, я буду ждать от вас, когда какого-нибудь комментария. Обязательно лайки и подписки на канал. Потому что мои видео почему-то 48% людей смотрят без подписки. Что меня крайне печалит. И я вас жду всех на стримах. Я сейчас врываюсь в рейтинги. Я учусь. И мне нужны вы, паладинчики. Которые меня научат всему. И, собственно, на этом все. Спасибо за просмотр, ребят. Спасибо за просмотр, ребят.